12 стихи. О, если бы ты, расторг небеса, и сошел, горы растаяли бы от лица твоего, как от плавящего огня, как от кипящего воду, чтобы имя твое сделать известным врагам твоим. От лица твоего содрогнулись бы народы. Когда ты совершал великие дела, нами неожиданные, и не сходил, горы таяли от лица твоего. Ибо от века не слыхали, не внимали ухом, и никакой глаз не видал другого Бога, кроме тебя, который столько сделал бы для надеющихся на Него. Ты милостиво встречал радующегося и делающего правду, поминающего тебя на путях твоих. «Ну вот, ты прогневался, потому что мы издавна грешили. И как же мы будем спасены? Все мы сделались, как нечистый, и вся праведность наша, как запачканная одежда. И все мы поблекли, как лист, и беззакония наши, как ветер, уносят нас. И нет призывающего имя Твое, который положил бы крепко держаться за тебя. Поэтому ты сокрыл от нас лицо Твое и оставил нас погибать от беззаконий наших. Но ныне, Господи, Ты — Отец наш. Мы — глина, а Ты — образователь наш. И все мы — дело рук Твоих. Не гневайся, Господи, без меры. И не вечно помни беззакония наше. Возри же на нас, мы все — народ Твой. Города святыни Твоей сделались пустынью. Пустынью стал Сион. Иерусалим опустошен. Дом освящения нашего и славы нашей, где отцы наши прославляли Тебя, сожжен огнем, и все драгоценности наши разграблены. После этого будешь ли еще удерживаться, Господи? Будешь ли молчать и карать нас безмеры? Давайте благословим друг друга. Наслаждайтесь миром Божьим. Мы — благовестники, спасающие эту эпоху. Давайте вместе унаследуем те пустынные наследия, которые Бог дал нам. И темой сегодняшнего слова есть «Тот, кто держится за Господом». В седьмом стихе там сказано «И нет призывающего имя Твое, который положил бы крепко держаться за Тебя, поэтому Ты сокрыл от нас лицо Твое и оставил нас погибать от беззаконий наших». Что сказал Исаия, что «Нет призывающего имя Твое и который бы крепко держался за Тебя». Я благословляю, чтобы мы с вами были теми людьми, которые держатся за имя Господне, которые призывают имя Господне и находятся в течении благословений, которые Бог приготовил для нас. Мы, смотря на историю Израиля, мы видим, что после того, как они вышли из Египта, находясь в рабстве в Египте, 40 лет были в пустыне, и потом также уже вошли в Ханаан, и уже также после этого пришло время также и вавилонского пленения. И в чем, почему взывает Исаия здесь Господу? Он просит такого же действия, которое было, такого великого действия, которое было во времена исхода, во времена, когда израильский народ вышел из Египта. Поэтому и в первом стихе он взывает Господу, что если бы ты, Господь, расторг небеса, то растаяли бы горы от лица твоего, как от кого? Как от того, который плавит, подобно тому, как плавящий огонь, как кипящая вода, чтобы ты сделался известным врагам твоим. То есть они из-за того, что уже очень долго находился Израиль в таком состоянии, когда не было какого-то особенного действия в их жизни. И в середине текста настроение, когда мы читали, как будто бы меняется, как будто бы, несмотря на то, что он говорит, что, да, мы... То есть он говорит о том, что сомнения приходят, и почему так? Но потом вот в конце текста мы видим, что он исповедует, что мы есть глина в руках твоих. И о чем он молится? Чтобы Бог вылепил нас снова и сделал из нас прекрасные сосуды, прекрасные, снова поменял наши сердца. И в 12 стихе там что сказано? После этого будешь ли еще удерживаться, Господи? Будешь ли молчать и карать нас без меры? И, конечно же, мы видим, что он... Как бы такие стихи, которые мы с вами читали, да, они контрастные такие. То есть в чем контраст? В том, что меняется во время даже этой молитвы такое как бы состояние, настроение Исаии. Исаии. И что важно здесь, что он осознает силу Божию, он осознает так же, что нам нечем с вами похвалиться, нам нечем хвалиться перед Господом, потому что наша праведность подобна, как грязные одежды. И в конце самое главное, он просит о чем? Что исповедует, что мы как глина в руках Божьем. и просит, чтобы он снова нас вылепил, снова сформировал наши сердца, нас. За что держится действительно Исаия? Он держится за... держится за Бога, и он верит в то, что абсолютно невозможно, есть абсолютно возможным, потому что он верит... верит в силу, в силу Божью. Поэтому эта молитва о чем? О том, чтобы Бог пришел к нам со своей силой. И это та молитва, с которой и нам с вами, также каждому из нас, нужно молиться, но нужно понять так же, как эта сила Божья может проявиться, и когда Бог может прийти со своей силой. как мы говорили в отношении Исхода, когда народ израильский, когда они взывали к Богу, молились, чтобы Бог освободил от этого рабства, то Бог тогда проявил действительно великую силу. и те 10 казней, которые были, так бы называемые 10 казней, и то, что Бог провел Израиль через Красное море, и потом также Бог дал в дальнейшем уже закон 10 заповедей, и не только закон Моисею. И в то время вся гора Синая напылала огнем, потому что тогда в огне Господь явился Моисею. То есть сила настолько, такая великая сила Бог явил Себя, что действительно плавились горы, и вскипала вода. И когда уже они пришли в Хананскую землю, то сила Божья, она не переставляла проявляться, но она была уже не такой, как во времена Моисея. Были чудеса тоже в Хананской земле, когда они туда пришли. И почему мы также увидим, поймем, почему не такого действия уже были, не в такой силе проявлялась сила Господня. Хотя да, и Иордан разделился, и стены Ерехона пали также. Но ведь израильский народ, они видели еще, как бы это было свежо в их памяти, та сила, с которой Бог выводил их из Египта, сила исхода, подобно как извержение вулкана. Но как будто бы именно такая ассоциация была в их сердцах, потому что выглядело так, как будто бы когда они уже в Ханан пришли, то уже сила Божья угасла. и они поэтому, что делал Исаия, он начал в первом стихе, в втором стихе, а также в третьем, начал взывать о том, чтобы Бог проявить ту силу свою, проявить ту свою силу, силу исхода, ту силу, которую ты проявил, потому что они начали уже видеть, как будто бы уже, как вулкан подобно утихает, так как будто бы и сила Божья уже, как будто бы он как потухший вулкан уже, то есть уже Бог был в своем расцвете, в своей силе, а сейчас он уже как бы начал ослабевать. И в первом и втором стихе мы видим, что почему там говорится, что да, прояви свою силу, прояви ту силу, в которой ты явил во времена исхода. И, конечно же, это та сила, которая никуда не девается, Бог не ослабевает, и его сила, она не уменьшается. Но есть причина и есть время, когда эта сила Божья должна проявляться и может проявляться. Мы так понимаем, мы знаем, что сила Божья, она не исчезает. Сила Божья, почему? Потому что Бог всегда жив. И Израиль тогда тоже, и также Исаия, он молился о том, потому что он понимал, что сила Божья не проявляется по какой причине? не проявляется не потому, что Бог поменялся, а не поменяется, не проявляется потому, что что-то в наших сердцах что-то не так. поэтому и молитвой Исаии, мы видим, о чем он говорил и о чем он молился. И он точно понимал силу, которая есть у Бога, поэтому он и говорил, что расторгни небеса, сойди, и чтобы действительно от лица твоего та или горы, то есть действительно в той силе сойди, Господь, и прояви свое действие. И вот поэтому он и дальше исповедовал о том, что эта сила Божья не является не потому, что Бог поменялся или Божья сила уменьшилась, а потому, что наша вера и наше понимание Бога уменьшилось, потому что мы не в том направлении означает «двигаемся», поэтому и сила Божья не проявляется в нашей жизни. Мы не можем стать свидетелями силы Божьей. И поэтому важно получать водительство Божье. И вот проблема именно в этом. Проблема не в том, что Бог другой какой-то. Проблема нашей веры, проблема в нашем состоянии также. В каком состоянии наше сердце с чистыми или сердцами мы хотим ходить перед Богом? А ходить мы можем перед Богом, когда мы действительно имеем общение с Богом? Либо же, и в каком направлении мы вообще двигаемся? Ищем ли мы Царство Божие? Прежде всего. Бог, Он вчера и сегодня, во веки тот же. меняется только наше состояние. Сила Божья неизменная остается. Охладевает лишь вера. И тогда вот точно так же охладела вера Израиля. И они поэтому начали думать, что Божья сила угасла. И они поняли, что для возвращения Божьей сил необходима вера. Потому что до этого момента Израиль как жил? Израильский народ, они думали, что счастье в жизни это на счастье, то есть такое материальное счастье. То есть поэтому у них до сих пор мы видим, конечно, это нужно осторожно в этом плане говорить, но так это и есть. Мы видим израильский народ, потому что они до сих пор ждут Мессию. И как, в чем смысл их жизни? На чем сосредоточены? Это успех, слава, это финансовое, успех в плане, мы говорим, это и финансовое, и власть, и все. То есть для чего они это все делают? Для того, чтобы, конечно же, для них это проявление, хотя много раз Бог им это показывал и в Ветхом Завете. Что не это по-настоящему есть благословение Мои. То есть у них, получается, что их вот это представление, да и не только они, но и мы все, получается, так же. Наше представление о Божьем благословении является поверхностным. Мы как бы слишком легко относимся к Божьему благословению, потому что мы видим Божье благословение только в физическом или в материальном. но Божье благословение физическое и материальное это уже как результат получения духовных благословений. Поэтому очень важно действительно наше сердце, очень важно наше, то направление, в котором мы двигаемся в нашей жизни. если мы будем находиться в том месте, где Бог желает, будем делать то, что желает Бог, то будут приходить к нам и благословения. Если нет, то, естественно, будут приходить те проблемы в нашу жизнь, которые не Бог их нам дает, в плане не Бог, не Божий план это, чтобы нам эти проблемы дать. Эти проблемы, они приходят как результат нашего неверия, как результат того, что мы идем не в том направлении, в котором необходимо, и мы в итоге оказываемся не в том месте, не в то время, и делаем еще не те дела, и, конечно же, потом проблемы приходят. И мы потом кричим, «Бог, почему ты меня наказываешь?» Бог не наказывает. Бог, Он воспитывает уже через вот эти обстоятельства, чтобы мы восстановились, встали на тот путь, который Бог желает, потому что этот путь является хорошим для нас и для всех людей вокруг нас. И вот пятый стих, там что сказано? «Ты милостиво встречал радующегося и делающего правду, поминающего тебя на путях твоих». Но вот ты прогневался, почему? Потому что мы издавна грешили, и вот это. Поэтому наша молитва о чем? Чтобы Бог нас вел Духом Святым. И молитва о том, чтобы Бог нам дал такое сердце, чтобы мы желали слышать голос Его, желали жить, исполняя волю Его. Если у нас нет этого в сердце, надо молиться. «Бог, поменяй мое сердце, вложи свое желание в мое сердце, сделай так, чтобы я желал служить тебе, желал искать лица твоего и воли твоей». Почему так же Павел говорит? «Возложите все заботы ваши на Господа». «Все, что есть в вашем сердце». Филиппийцам 4 глава, 6-7 стихи. Там сказано, что действительно, «Все за ваши заботы возложите на Господа, потому что Он заботится о вас». «И не заботитесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. И тогда мир Божий соблюдет ваши ума и помышления ваши». Как? Во Христе Иисусе. Потому что в этом направлении должна быть наша жизнь. И это не то, чтобы Бог желает нас контролировать или что-то еще нет. Мы живем на этой земле для чего? Для того, чтобы спасение происходило, чтобы то, ради чего пришел Христос, чтобы новость была могла донесена всем людям на этой земле. Ремнант один не мог ночью спать и пришел в церковь. Это было ночью, ночью не мог спать, не шел сон почему-то. И вот около двух часов ночи уже пришел тогда в церковь, потому что в церковь открыта, можно приходить, молиться. И что это уже как бы чем этот ремнант делился. Потом он пришел и увидел также, что в церкви были тоже верующие, были женщины, а также некоторые бабушки тут. И они вместе собрались, они тоже молились. Он не видел, не слышал, не подходил, конечно, о чем они молились, но они искренне, со стезами на глазах также, не прям, конечно, рыдали, но молились за людей, за церковь, за верующих. Просто своими какие-то молитвами. Бог, дай мне это, дай мне что-то. А молились о сохранении церкви, молились за верующих, за пасторов, то есть молились за проповедование. Это то, о чем Бог желает, потому что Бог действует как на этой земле? По вере, по молитве. Если не молиться никогда ни за кого-то человека, то как можно, чтобы кто-то проповедовал ему? Поэтому давайте восстановим нашу веру. Давайте как... То, для чего Бог призвал израильский народ. Он же не просто сказал, вот все плохие, вы хорошие. Нет, они ничем не лучше, чем другие люди. И даже хуже иногда были в чем-то. Бог их избрал для того, чтобы они хранили завет, для того, чтобы они это передавали другим народам, другим людям. Но они постоянно это упускали и концентрировались на материальном и на физическом. Но это то, что происходит и сейчас с христианами, и с нами, мы с вами. Поэтому нам с вами нужно обновляться. Но Бог не оставляет нас. И на прошлой неделе я пришел также на раннюю утреннюю молитву. И в моем сердце это тяжелое сердце было, потому что не знаю, о чем действительно молиться. это те обстоятельства, которые и в церкви появились. Поэтому в сердце есть, была вот эта вся боль, переживание, но как это все выразить словами, я даже не знал. Поэтому пришел тогда Псалом в сердце, пришел вот этот Псалом 30-й. Нет, Псалом 31-й. Да, это 31-й, на английском, на русском языке. Это 30-й. И там сказано, «На Тебя, Господи, уповаю, да не постыжусь вовек. По правде Твоей избавь меня. Преклони ухо свое ко мне и поспеши избавить меня. Будь ко мне твердынью, домом прибежища, чтобы спасти меня». И 9-й стих. «И не предал меня в руки врага, поставил ноги мои на пространном месте». Поэтому 10-й стих также, что говорит Давид, «Помилуй меня, Господи, ибо тесно мне и сохло, от горести, око мое, душа моя и утроба моя». Действительно, насколько в сложных ситуациях и обстоятельствах Давид находился, что им даже кости и сохли. Тут на русском языке так не сказано, но на английском языке и... что даже тело и даже кости и в 13-м, также 14-м стихах «И забыт я в сердцах, как мертвый, я как сосуд разбитый, ибо слышу злоречия многих, от всюду ужас, когда они сговариваются против меня, умышляют и исторгнуть душу мою». Но при этом всём, что... все этих обстоятельств, когда и на физическом уровне тяжелые люди против тебя, и поэтому 15-й, 14-й и 15-й стихи, ибо слышу... 15-й стихи, 15-й, 16-й. «А я на Тебя, Господи, уповаю. Я говорю, Ты мой Бог, в Твоей руке дни мои. Избавь меня от руки врагов моих и от гонителей моих». Поэтому в таких обстоятельствах и нам с вами, как бы тяжело ни было, давайте не обманываться, давайте не думать о том, что Бог забыл нас. Бог, Он слышит нас. Бог ожидает, когда мы придём к Нему. И 20-й стих, 19-й, это она в английской или в корейской Библии, в 20-й стих, в старой синодальной Библии. «Как много у Тебя благ, которые Ты хранишь для боящихся Тебя, и которые приготовил уповающим на Тебя пред сынами человеческими». Поэтому Давид всегда приходил к Господу. Даже если он что-то не так делал, согрешал, но он осознавал тогда, что он делал что-то не так, когда осознавал, то он всегда приходил с покаянием для того, чтобы не отвернулось лицо Господне от него, для того, чтобы он продолжал оставаться в доме Господнем, пред лицом Господнем. И поэтому, к чему призывает Давид? Он говорит, «Любите Господа, все праведные Ему». Почему? Потому что Господь хранит верных и поступающих надменно, и поступающим надменно воздается избытком. Он хранит верных. «Мужайтесь, и да укрепляется сердце ваше, все надеющиеся на Господа». Потому что Бог Он ведет, потому что Бог дает силу, потому что в каких бы проблемах, испытаниях мы не находились, нужно искать водительство Божье. Нужно с молитвой приходить к Господу, с верой в то, что Божья сила, она не уменьшается, Божья сила, она не стала какой-то другой. Бог желает, чтобы мы с вами стали свидетелями силы Божьей, чтобы мы с вами не допускали неверия в свое сердце, чтобы мы стояли пред Господом. Бог, Он тот же, Он стоит на том же месте. Его сердце стоит на том же месте, Его сердце — это благословлять Его сердце, это через нас, чтобы мы стали источниками благословения. Бог, у Бога есть сила, у Бога есть благословение, У Бога всё есть, и Он желает это дать и излить с избытком. Мы, наше сердце, готовы ли принять это всё? Мы, хотим ли мы быть источниками благословения для других людей? Или мы хотим дальше продолжать жить для себя и о своём о чём-то думать? В этом, в этом, вот это наше сердце, вот в этом наша вера. Поэтому, в чём секрет жизни, в чём секрет нашей жизни, в чём ключ, можно сказать, к тому, чтобы мы действительно... Это в восьмом стихе. Что сказано там? Ныне, в восьмой стихе там сказано, но ныне Господь, Ты отец. Ты отец наш, а мы глина. Ты образователь наш, а все мы — дело руки Твоей. Вот это наше должно исповедание быть перед Господом. Потому что Господь, как первого человека Адама, Он сформировал из глины, из праха земного и вдохнул дыхание жизни. Так и сейчас, приняв Иисуса Христа, нам важно с вами обновиться. Пусть Бог, Он вдохнёт дыхание жизни в наше сердце, в наши мысли, в наш дух. Пусть оживотворит нас. Об этом молиться нужно и этого искать. И глина — это не то, что глина решает, каким быть сосудом, но это тот, который делает из этой глины разные сосуды. Конечно же, когда мы предстаем даже пред Богом, мы всё равно продолжаем держаться за свою земную позицию, стремясь к признанию. Но сколько бы мы не были умны, как много бы мы ни имели, как только прекращается у нас дыхание, сердце останавливается, всё заканчивается. И мы как глина, и Бог может сделать так, как важно, но так, как Ему угодно использовать. Но даже 2 Коринфянам, посмотрите, 2 Коринфянам 4 глава, 7 стих, Павел о чём писал, что неважно, как мы перед людьми выглядим, главное — сокровище, которое есть. Потому что может самый неприглядный сосуд быть, самый неприглядный горшочек быть, но важное, какое в нём содержание. Может быть, с виду красивым быть, но внутри в нём ничего не будет, или пустота, или же, наоборот, что-то неугодное вообще. Поэтому Иисус к фарисеям также говорил, что вы как гробы окрашены, с виду красивые, яркие, а внутри — смерть. Поэтому важно, чтобы мы с вами были, не стремились к внешним каким-то признаниям, не стремились к чему-то видимому, но стремились к тому, чтобы внутри нас действительно хранить вот это сокровище, хранить то, что Бог... То есть хранить те ценности, то, что ценным является для Бога. И поэтому самое важное, что? Важно наполняться Словом Божьим, потому что откуда ценность приходит? В чём ценность? Даже давайте так посмотрим в этом мире, какой человек является... Конечно же, может быть, там, спортсмены, атлеты какие-то, их ценность именно в их теле, потому что они телом своим приносят какие-то признания и даже для страны, например, или для своей команды. Но больше всего, чаще всего мы видим в отношении ценность человека проявляется именно в том, что его содержание есть, что внутри него, не его внешний облик, потому что есть примеры многих людей, которые внешне, может быть, были немощными даже, даже с точки зрения мира, мы не говорим даже о духовных, о христианах, а вообще о людях Божьих, но даже если с точки зрения мира смотреть, важно, что внутри тебя, какое содержание внутри. Поэтому давайте будем теми людьми, которые будут действительно иметь истинную ценность, хранить истинные, истинные настоящие ценности. Потому что Павел также, он действительно это всё правильно понимал, и посмотрите, как Павел даже говорил в отношении себя, своей жизни. 20 глава и 24, и потом там 32 также стих. Он говорил, что «Но я невзираю ни на что и не дорожу своей даже жизнью для того, чтобы с радостью совершить поприще моё служение, которое я принял от Господа Иисуса проповедовать Евангелие благодати Божьей». И 32 стих. «И ныне отдаю вас, братья, Богу и Слову благодати Его могущего назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными». И когда уже Павел, мы видим, он отправлялся к Цезарю, и те обстоятельства такие пришли, которые невозможно было преодолеть человеческими усилиями, они не послушали, конечно, то, что Павел говорил, и когда уже были шторм настиг их, и уже выбросили всё, уже корабль пустой, и уже не было у них, у всех, никакой надежды. Они уже приняли в своём сердце, что всё уже, мы все погибли. Но что сказал Павел тогда? Павел в этом моменте, когда никакой уже надежды не было, даже у всех этих опытных мореходцев и всего, он сказал, «Ободритесь, мужи, ибо я верю Богу, что будет так, как мне сказано». А что ему сказал Бог? «Что он предстанет пред Цезарем». И что сказал ангел ему также? Что «Доявляю тебе жизни этих всех людей, никто не погибнет, корабль будет разрушен, но никто не погибнет». И он это им сказал, и так и совершилось. Так и совершилось. Никто из этих людей не погиб. Поэтому что необходимо? Нам с вами... В этом мире ещё очень много людей, которые не слышали Благую Весть, которые не знают Евангелие. Поэтому нам с вами нужно, каждый из нас на своём месте, каждый из нас на нашем месте. Это и есть наш край земли, это и есть наше место, где Бог проявляет своё действие. Вчера также, когда общаясь с людьми и перед тем, как уже получить крещение, многие из них прошли через определённые испытания, обстоятельства в своей жизни, почему они пришли к Господу. Некоторые из них даже через попытки закончить жизнь самоубийством, потому что они уже не видели ценности в себе никакой. Они не видели надежды. Кто-то не видел надежды, кто-то не видел ценности, что в нём нет ничего ценного. Нет ничего, чем он может послужить людям в этом мире. То есть никто не нуждается в нём, потому что они и так же не видят в нём ничего ценного. И вот это то, к чему мы приходим. И как один из этих людей, каким образом он принял Иисуса Христа и как пришёл, он нашёл, как бы увидел брошюрку, которая была, есть как такая брошюрки такие, в которых описывается проблема этого мира с точки зрения как бы духовной. И там передаётся послание для того, чтобы люди могли уверовать в Иисуса Христа. Объясняется Евангелие коротко, но так вот интересно. И там было как раз про самоубийство. Этот человек, он увидел эту брошюрку, и там был, конечно, номер телефона верующего проповедника церкви. И таким образом этот человек обратился и попросил помощи, что он хочет прийти к Господу, хочет уверовать в Иисуса Христа и получить исцеление в своей жизни, силу Божью испытать в своей жизни также. Поэтому нам с вами что-то может казаться незначительным, но нам нужно понимать, какую миссию доверил Бог нам, каждому из нас, также доверил нашей церкви и также тем районным церквям, которые уже сейчас. Что-то незначительное для нас, казалось бы, может быть, молитва за какого-то человека, может быть, мы даже кому-то просто брошюрку дадим, даже если вы не знаете корейского языка, английского языка или какого-то, может, иностранцу какому-то просто дадим, может быть, он сейчас это не предаст значение, оно будет у него где-то в рюкзаке или где-то дома лежать, но придет время, когда это Божье Слово, оно не остается без изменения. Поэтому также некоторые люди, конечно же, есть желание больше узнать о Господе, больше получить обучение, потому что мы смотрим Первопостровская церковь, они каждый день пребывали в слове, передавали в учении об Иисусе Христе. Поэтому некоторые верующие говорят, говорят, что почему у нас нет таких обучений, как раньше мы делали. Конечно, да, те обучения, которые у нас есть, у нас, в принципе, хватает, но, может быть, не так интенсивно, как, может быть, 10 или 15 или 20 лет назад, потому что мы упорядочиваемся, модернизируемся, можно сказать, чтобы это было и эффективно, и комфортно. И поэтому важно, опять-таки, тут важно наше духовное состояние желания. И нам с вами, поэтому важно как преуспевать в духовном, так важно преуспевать и в физическом, то есть в наших работах, в наших. Потому что если мы просто духовно будем преуспевать, мы не сможем тогда служить людям в этом мире. И то есть не будет возможности с ними общаться, и чтобы они могли открывать свое сердце с нами. Поэтому нужно, конечно же, там, где мы призваны, там и быть, и получая главное водительство Божье, чтобы мы могли иметь правильное содержание духовное и могли это передавать также тем людям, когда необходимо. Поэтому каждый из нас, несмотря на то, пастор ли это, либо служитель церкви, либо же верующий церкви, кто-то дьякон, кто-то не дьякон, это не важно. Все мы есть дети Божьи, и все мы есть благовестники. Поэтому нам с вами нужно продолжать двигаться вместе, как благовестники Божьи. И мы с вами, мы все с вами благовестники. И вот как вот этот Ремнон, который делился о том, что когда он пришел в церковь помолиться, и он увидел наших старших дьяконист, которые молились, и он услышал, о чем они молились, о чем их молитвы были, то действительно у него это повлияло на его мысли, на его сердце, что действительно ценным в вашем сердце есть. Наша церковь, мы не чего-то другого следуем. Мы следуем тому завету, который Бог дал. Это евангелизация этого мира, идти до края земли, искать учеников, это передать Евангелие следующему поколению, как то, что Петру сказал Иисус, Иисус Христос, «Спаси агнцев моих», то есть маленьких ягнят, то есть это как это детей, передаваем это слово и помогим испытать любовь Божьей. Поэтому давайте наслаждаться благословением Божьим. Давайте молиться о том, чтобы восстановилась наша вера, чтобы мы могли испытать силу Божью, чтобы мы себя смотрели и предстали пред Богом, как длинные сосуды, чтобы Бог действительно через нас, на наших местах действия восстановил движение проповедования.